Всех приветствую, это Zombie Vegas, это пиратская тема. Мы сегодня играем в игру King of Seas. Мы уже узнаем, кто у нас самый мощный пират. И главные пираты здесь это разработчики из компании 3D Clouds, потому что они решили меня право управлять мышкой. Я могу делать только клавиатурой или геймпадом. Но, к сожалению, у меня геймпада нету, поэтому будем играться с клавиатурой. Есть сложности три. Поначалу, я так понимаю, две еще закрыты полностью. Или, может, не закрыты, но это не для меня. Пока что давайте изучим на какой-то нормальной сложности игрушечку. Юнга, Канонир и Капитан отличаются бонусом и наградой за голову. И также на сложностях первой и второй мы не теряем снаряжение, если корабль тонет. Здесь мы теряем купленный корабль на сложенце Капитан. Я думаю, что выберем сложность Канонир. Как раз будет средненькая. Здесь, наверное, слишком легко будет. Как раз, я думаю, оптимальный вариант. Мариу и Люки. Я так понимаю, отличается только... Учится обращаться с оружием. Любит тайком покидать свою комнату и играть в кости в тавернах. Давайте возьмем Люки. Хотя, ладно, красивая девушка. Я не могу не выбрать ее. Поэтому давайте выберем ее. И поехали. Пустая ячейка. Мы начинаем, ребята. Далее игра Коротко рассказывает нам сюжет. А именно, эта история началась много лет назад. И в семи морях царило бесправие. Пираты грабили мирное население. Был хаос и разруха. Но со временем моряки смогли собраться. И в огромной битве смогли победить пиратов. После этого пираты уплыли в дальние края. А в этом месте основалось королевство. Очень мощное. Главой которого является отец наших героев. А мы, соответственно, играем одним из его отпрысков. И вот мы сождаемся приятной музыкой. И мы, наконец, переходим к нашему геймплею. После коротких диалогов, в которых мы узнали, что наша миссия заставить груз. Я обещаю, что даже не будет сражений в первой миссии. Мы с вами узнаем настройки. Я вам даже их покажу. Потому что, понимаете, мышка здесь не работает. Соответственно, мы управляем только клавой. Вы должны понимать, что мы делаем. То есть у нас здесь повороты влево-вправо. Поднимаем паруса, опускаем парус. Масштаб карты уменьшается. Увеличивается стрелочками, я так понимаю. Влево-вправо это выстрелы. Кюшка меняет снаряды. Если вы играли когда-нибудь в Корсары или в эту Тартугу. Вот эта тема тоже была с теми всеми уродным корпусом, парусом и команде. Хотя, я думаю, что, наверное, это во всех пиратских играх. Такая тема есть. Просто я не скажу, что я во многое прям играл. Ф-эшка это ремонт. Начать или остановить. И использовать навык босса на штурмана Старпома. И особое оружие корабля. Ну что ж. На самом деле, все понятно. Все предельно ясно. Давайте пробовать. То есть мы поднимаем паруса. И можем отчаливать. Это очень... А, все, все. Вот, хорошо. Уже как-то по-немашку разгоняемся. Скорость 8,97 услов. Так, давайте я пощу правее. Капитан, откройте карту, чтобы узнать маршрут. Так. Эхей! Я тот самый картограф, что нарисовал эту чудесную карту. Позвольте я вам все объясню, капитан. Ну давай. Видите красный значок? Это ваша цель. Тут больше ничего нет на этой карте. Следуйте за ней и не потеряйтесь. Не удивляйтесь, если карта поначалу будет неполной. Задача капитана, наполнить ее во время своих приключений. Так, вы здесь. Столичный порт. Интересное место. Но пока моя карта выглядит максимально. Так. Не привычно, что... Понимаете? Правая рука, все равно мышки. А здесь не нужно этого делать. Так, все. Я ее отложил. Так, смотрим. А, ну не, ну ладно. С таким масштабом уже, конечно, все поуже становится. Хорошо. Там нужно повернуть какого-то налево и двигаться в ту сторону. Давайте пробуем. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну, честно говоря, по управлению мне уже появилось ощущение, что игра будет, наверное, не очень навороченная. Потому что... Ну, стоять, стоять я не могу пока, да? Хотя карта показывает, что я должен двигаться немножко правее. А, топ-ветер показывает. Подождите, я думал, это на миссию указывает. Ну, нет. Нам, я так понимаю, да, гораздо-гораздо нужно двее уйти. Помните, он влияет на скорость вашего корабля. Да, это понятно. Это классика. Особенно важно, если мы будем где-то торговать. Какими-то ресурсами у нас будет прям время на счету. Но в нашем случае пока что, я так понимаю, возможно, здесь нет никаких ресурсов, которые влияют на то, сколько мы можем плавать. А, ну, подождите, я очень хочу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас сразу же. Нет. Титаник. Живи, Титаник. Фух. Ребята, это было плотно. Это было очень плотно, но... Все, обошлось. Так, я хочу собрать ресурс. Что-то мы забрали такое. Экспо-6. О, ребята, тут есть опыт. Тут есть опыт. А это, наверное, взрывается, не? Блин, ну... Я чувствовал. Разработчики заверяют, что здесь есть процедурная генерация. То есть, соответственно, у нас каждый... Ну, не забег, не рогалик. То есть, я так понимаю, сюжетная кампания. Причем, это не ранний доступ даже. То они заверяют, что есть процедурная генерация. То есть, карта меняется, элементы не меняются. И вот, грубо говоря, каждый... Такой, каждая попытка будет уникальной. Но, насколько это правда, я не знаю. И так ли это сильно влияет на геймплей. Но то, что они в первой же миссии мне дали плыть против ветра, это уже так своеобразно, потому что... Ну, блин, скорость невысокая. Тут уже за первые 5 минут игры можно сгореть, мне кажется. И вот, мы приплыли. Зловещий форт. Зловещая здесь только графика, которая выглядит, как в каких-то довер-дефенсах на мобилку 10-летней давности. Какая неожиданность. Я несказанно опрещен, что король выбрал для этой срочной поставки пороха именно вас. Отправляйтесь в порт, чтобы разгрузить порох. Я горячо благодарю вас от лица своего городка. Так, старпом. Отлично, капитан. Можем считать наше первое здание выполненным. Мы отправимся в крепости короля завтра на рассвете. Так. Город засыпает. Слушайте, ну я хочу воспользоваться главными прелестями пиратского дела и портов. И тех, кто там обитает. Но вместо этого я буду смотреть на вот эту магию. Это что, реально магия какая-то? Это не шутки. Там, когда первая здавочка была, там говорилось про каких-то шаманов. Но здесь же реально зловещие какое-то место. И что же это такое? Я вот надеюсь, что будут какие-то синематики иногда появляться. Потому что если весь сюжет будет раскрываться через стадии диалоги, такие вот, я такое не люблю. Я люблю даже, если картинка статичная, герои не сильно живые, но по крайней мере не просто рисованные персонажи, которые так изображаются. Это меня прям очень расстраивает. Что происходит? Из-за чего такая суета? Король. Слуги нашли его сетящим на троне. Мертвым. Ничего себе. Кто убил его? Лекарь сказал, что король умер от заклятия, а в подвале обнаружили вудуистский круг. Понятно. Такая музычка сразу же включается, беспечальная. Как будто мы не узнали, что это драматичное. Пора вернуться в родной порт. Причалим как раз к празднованию вашего совершеннолетия. Вернитесь в крепость короля. Ну окей. Нам написал, что дал какой-то опыт, но почему-то они в начале... Ну, просто обычно, какая цель, мне кажется, у разработчика? Сделать так, чтобы игрок за первое, там, не знаю, 5-10 минут игры заинтересовался. Чтобы у него были ощущения того, что много чего он еще не раскроет. А когда они показывают в начале игры такое управление в стиле влево стрелять, вправо стрелять, менять снаряды и все, то это немножко печалит. Ну, по крайней мере, можно было сделать это немножко лучше, мне кажется. Хотя, возможно, я стал дотошным, потому что я играю слишком много в инди-игры. Если это так, то, пожалуйста, пишите комментарии. Просто я стараюсь как-то анализировать, чтобы, возможно, вы делились тоже своими мыслями по этому вопросу. Опа! Капитан Генри, что приводит вас сюда? Вам не удалось сбежать, Мари-Воу? Все жители столицы знают, что вы совершили. Вы заплатите свое преступление. В чем вы говорите? Ее лицо такое, знаете, вот. Прямо точно убийца, вот, стопроцентное. Светили утверждают, что видел, как ваш корабль причалил к торцевой пристани крепости, когда вы должны были выполнять первое здание. Вам не отвертеться. Но это невозможно, капитан Генри. Мы не возвращались в крепости короля после отплытия. Довольно, не отрицайте свою вину. Я официально сообщаю, что морской совет вынес вам приговор за подлое убийство короля Александра. Так, отец мертв. Команда в укрытие. Понятно. Это что, мы будем сражаться сразу же с пятью фрегатами или что? Ну, я понял. Здесь не то сражение, в котором можно будет что-то сделать. Ну, классика. Знаете, вот в начале игры у нас там забирают все. Мы лишились всего. И вот мы начинаем, скорее всего, с какой-то маленькой-маленькой шлюпочки. Капитан, противник повержен. Мариоу и корабль пошли ко дну. Не тут-то было. Сегодня мы истинно печальный день в истории Морского Королевства. Выполнили свой долг, но нужно доложить об этом штабу. Держите курс на столицу. Все, конец игры, ребят. Ну, спасибо. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. А нет, есть продолжение. Капитан, мы шли на следника престола. Еще дышат. И рисовка этого персонажа слева мне нравится. Мариоу сейчас без сознания. Курс на гнездо Орла. Там он у него безопасности. Слушаюсь и отправлюсь в свою лабораторию. Ну, понятно. Не явно любит этот эффект приближения, потому что я уже вот за эти минут 10 игры увидел его много раз. Оказалось, что нас спасли пираты, и мы в самой дальней точке Королевства. Теперь нам предстоит восстановить справедливость. Наша героиня стала гораздо лучше после целебных мазей. Что это за место? Это гнездо Орла, колыбель Морского Королевства. Королевский флот покинул это место много веков назад. И этот остров на крови мира уже сотни лет не наносят на карты. Так уж выше, что сейчас это не только последняя сохранившаяся база пиратов во всем Королевстве, но и единственная безопасная пританица для изгоев. Добро пожаловать. Новую жизнь. Да, да, да. Новая жизнь начинается. У меня тоже начнется новая жизнь в новой игре, если я не увижу сражения в течение ближайших 10 минут. Капитан опасность на горизонте. С помощью своего бинокля турбовзор 3000 я заметил корабль Королевского флота, он движется прямо к нам. Так, все наши капитаны на задании. Ну я готов, хорошо. Да, все, понятно. Ну я уже понял, к чему все идет. Возьмусь на себя командование. Что же мне еще делать-то? Так, игра решила отдельно показать мне настройки еще. Вот, и вот, снова-таки. Q и F. Понятно. Ну все, я говорю. Так, готов поспорить. Кого мы вообще пытаемся убить? Где он? А вот, вот, вот. Так, ну сейчас я его обстреляю. А, надо прям хорошо падать. Давай, давай. А, ну неужели наперед? Ой, хорошо, хорошо. Два выстрела, но уже уплыл. Ну, конечно, нападение было очень опасное. Так, мы сможем общаться даже на расстоянии. Такое сейчас есть на каждом корабле. Так, ну понятно. Что скажешь? Вы неплохо справились? Да, я два раза выстрелил всего. Два раза, ну, я два раза упал всего. Все, мы стали гениальными пиратами, я так понимаю. По три пушки на каждом. Ну, это шлюпочка длинненькая. Им легко управлять в бою, и можно без труда зайти противнику с фланга. Но берегите сражение с несколькими кораблями. Хорошо. Причариваем. Плотник. Плотник нам нужен, да? Так, ваше лицо мне знакомо, понятно. Ну, давайте ремонтируй, пожалуйста, корабль, что там. Бесплатно причем. Сменить корабль. Ну, по деньгам я, конечно, пока не богат. Давайте просто посмотрим, что у нас, какие варианты есть. О, галеон есть сразу же, неплохо. Шлюпочка, фрегатик. Ну, у меня уже немало золота, можно сказать, по отношению к этим цифрам. Максимальная скорость отличается, количество пушек, ну, конечно, у фрегата и у галеона количество пушек гораздо лучше. Так, вот, инвентарь. А, это моя вещь и есть, видимо, да? А, мы ничего купить не можем просто. Ладно, банк. Инвентарь, банк, то есть можем нагрузить какие-то вещи. А зачем? Чтобы, наверное, не потонуло все. Да, можно просто между миссиями где-то забирать это все на локациях. Рынок, можно купить себе ремонтный набор. Давайте как раз прикупим себе несколько штучек. Так, купил себе парочку ремонтных наборов. Гайца пеликана, какие-то расходнички, да? Тут такое. Таверна, это что? Добрать команду. Так, давайте доберемся бойцов, что ли. Без команды грустно. Дешевая причем. Сколько нужно? 15 человек? А, вон. А, тут у меня полная уже команда. 50 человек есть. Серьезно командовали такой ошибки? Ну, а, мы еще тревесину должны купить. Подождите, подождите. Точно. Я, честно говоря, пропустил, сколько мне нужно купить. Поэтому я куплю просто всю. Я думаю, этого будет достаточно. Обычно в играх это подразумевает, что я смогу заработать. Ой, я переставался. Ну, что же, и теперь можем выдвигаться на нашу миссию. Пока плывем, я вот смотрю, что можно реально иметь снаряды. Там, по-моему, есть и шепнель, и ниппель, и картечь. То есть, все можно использовать, как в тех же корсарах. Ну, правда, честно говоря, пока что, вот я смотрю на это все происходящее. И у меня возникает мысль, что если тут нет каких-то интересных фишек, то, наверное, прикольнее было просто-напросто поиграть в корсаров снова. Игра классная, интересная, и с прокачкой, и с абордажами. Потому что, если здесь весь функционал заключается в топливках пострелять в QE, это очень, очень грустно. Так, ну, приплыли мы. Партия древесины. Чудесно-чудесно. Вы не представляете, сколько я ее ждал. Я бы сам купил, но нельзя никому доверять. Первый урок в торговом ремесле. Товары – прекрасный источник дохода. Нам в каждом порту за них предлагают разную цену. Понятно. Возвращайтесь снова в тот порт. Мы снова получаем опыт, и нам предлагают... ...плыть в место, с которым мы выплыли. Ладно. Ладно. А если... Ладно. Меня простили. Книжтор, вайс, наусть я вернулся. Сюрпризман, учили штурмана вашей команды делать огнемет. Так. Давайте посмотрим, как это работает. Крайне полезный навык. Может преломить ход битвы. Ну вот. Уникальные способности. Это как раз, возможно, не будет прокачиваться по мере получения опыта. Важное задание. Нужно запроводить корабль в порт его назначения. Так. Тут есть панелечка у нас, которая подразумевает, что мы можем посмотреть на параметры корабля. Так. Вот они таланты. И давайте изучим, что у нас тут есть вообще в принципе. У нас первая ветка это навигация. Скорость плавания, маневренность, награда в золоте за задание. Цена на товары, валочки. То есть первая навигация подразумевает банальное плавание, я смотрю. И по большей части, по большей части какие-то, ну вот, кроме тех последних, они торговые больше навыки, наверное. Ну, скажем так, на добычу золота. Окей. Идем дальше. Что у нас тут? Эта ветка, я так понимаю, отвечает чисто за стрельбу и подобные вещи. Критический урон. Состояние корпуса улучшается. Ну да, это вот прям максимально все понятно. А здесь урон от способности увеличивается. Дальность пурщичного выстрела. Как-то при чем здесь вуду. И по матье улучшается и здесь, и сверху. То есть я так понял, что оно все как-то хаотично раскинуло. Наверное, у них была какая-то задумка. А потом они решили все это немножко замешать. И получилось не совсем прям... Хотя нет, в принципе, все нормально. Это я уже преувеличиваю. Каждый отправляет противника на 3 секунды. Эффекты контроля и замедления в игре про пиратов. Ну ладно. Все, может быть. Хорошо, ну единственное, что осталось только выбрать здесь навык себе еще. Вот навык мы выбрали на использовании. Из носа корабля вырывается пламя. Теперь у нас на двоечке этот навык будет. Тут такое дело, что мордеры нападают на корабли с оружием. И мне кажется, что... Причем корабль мордеров, походу, самый слабый. Или это первый класс, имеется в виду. Возможно, первый класс. Хотя для первого класса кто-то очень быстро умирает. Попытаюсь еще навык использовать. Просто подумал, что, возможно, до сражения не дает нормального уже. И... Поэтому нужно брать из жизни все. Вот, самое время я использую скил. Вот сейчас, 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 сейчас. Хоба! Красиво. Бомбим, бомбим. Мне не интересно, что-то будет с этого, если мы его разбомбим. Давай, спускай, спускай паруса, 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 паруса. Хоба! Ай-яй-яй. Ну уже, ну уже. Потому что я своих убил уже. Я так понял, что вот эти вот мародеры вообще меня не читают за врага. Утопиливаю их, что дальше. Все? Просто? Даже оплатом не дали. Ладно, я понял. Миссия, прежде всего. Губернатор. Корабль доставили какой-то очень ценный. Только ценность, на него даже никто не пытался напасть. Прежде чем вы станете настоящим капитаном, вам нужно научиться еще кое-чему искусству грабежа. Наконец-то. Наконец-то. Золото будем добывать. Да, понятно, понятно все. Ладно, вот такая достойная миссия. Это нужно потопить торговые корабли. Сейчас я это пытаюсь сделать. Так, ну еще мы с корабля сопровождения. Вот так вот мы его поджигаем сразу. Неплохо, неплохо. Ну правда, конечно, я так понимаю, это очень сильные противники по классу. Но мне не страшно, если честно. Я все детство в Корсара выиграл, поэтому как бы... Парень серьезный, все дела. Мне нравится, что корабль сопровождения не основной борется. А там вот корабль с сокровищем, я уже куда-то укладываю далеко. Итак, все. Потопили мы его. Не получили, походу, вообще ничего. Понимаешь, что это корабль с сокровищем и все такое? О, стойте, 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 опыт получил. А вот они, вот они сокровища мои. Ну давайте, заберем, посмотрим, что мы нашли. Сундук и... И что это? Тристре золото и алые паруса. Хочу оценить, насколько алые паруса... Вот, я хочу попробовать это использовать. Снарядить сразу. Красиво. Паруса болота явно хуже. А, ну иди сюда. Ну, эти общества не борются, неинтересно даже. Можно было бы вообще опорадоваться. Было бы прикольно, если бы они со мной боролись. Давайте пытаемся разные снаряды еще снарядить. Вот, я пробую сейчас пострелять по... Судя по всему, по народу. Вот, давайте посмотрим, что будет, если я уничтожу весь персонал корабля. Скорее всего, он будет, типа, очень медленно плыть. Но так было в других играх такого жанра. Мы сейчас проверим это. Себе догоню, конечно. Но не похоже, чтобы он плыл медленно. А там класс другой. Ну, вот он и кораблик. Иди сюда. Давай, 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 давай. Они нападают. Какие-то фиолетовые снаряды у них еще стреляют. Потому что корабль с сокровищем не такой безобидный, как может показаться на первый взгляд. Красиво, красиво, красиво. Ну, стоять, стоять, стоять. Эпичная схватка намечается. У меня уже мало людей, я вижу. Краб еле стреляет. Ну вот, мы убили весь персонал, я так понимаю. Ну, есть ли в этом смысл конечный? Я не уверен, ребят. И, честно говоря, я пошел на дно полное, потому что... Мне кажется, что игра слишком простенькая в своих механиках. И как-то все сделано слабенько, вот не знаю. Меня она не цепанула совсем. Вот совершенно не цепанула. Если вам нравится тема пиратства, возможно, вам понравится. Но у меня какого-то такого восторга это не вызвало. Поэтому делитесь своими впечатлениями этой игры в комментариях. Если вас интересуют еще какие-то игры, которые нужно глянуть, то, пожалуйста, пишите. Будем смотреть и разбираться. На этом все, ребят. Подписывайтесь на канал. Это был Зомби Вегас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok